Профилактика растительного происхождения Возможно, что рак кожи у умерших в возрасте 50 лет был вызван загаром, полученным в подростковом возрасте. И те, кто едят молочные продукты, молоко, сыр, йогурты, в 2,5 раза больше рискуют заполучить рак кожи. Однако исследователи выяснили, что снижает риск рака кожи примерно на 50%. Зелень Употребление темно-зеленых листовых овощей вдвое снижает риск. Да, но сколько листов нужно съесть? Вот данные. Эти люди с риском раковых заболеваний ели больше зелени, в отличие от этих, которые ели меньше. Разница составила всего 6 грамм зелени в день. Вес примерно 6 скрепок. Может, они просто хотели гарнир доесть, а рядом со стейком пара веточек петрушки завалялась. Какая наибольшая доза зелени? Вдвое снижает риск рака кожи 31 грамм зелени в день. 31 скрепка. Это все равно, что 3 листа шпината. 1, 2, 3 листочка в день. И риск в половину сокращен. Вот какой силой обладает зелень. Мой девиз – ешьте зелень каждый день, вплоть до самой смерти. В прошлом году был экскурс в американскую историю, посвященный зелени. В 1777 году генерал Джордж Вашингтон отдал американским солдатам приказ выйти на улицу и собирать дикую зелень, растущую вокруг их лагерей, чтобы защитить от всяких пакостей. Умный человек. Так же, как употребление мяса увеличивает риск рака, так и зелень его уменьшает. Это исследование показало, что благодаря клетчатке употребление в пищу растительных продуктов может снизить риск рака молочной железы. Помните, что клетчатка содержится только в растительных продуктах. Животных держат кости, а растения – клетчатка. Но только цельная растительная еда станет хорошим источником клетчатки. В рафинированных продуктах, таких как белая мука, макароны, белый хлеб, белый рис, нет волокон и других питательных веществ. То же касается рака эндометрия. От животного белка и жира риск возрастает вдвое. От растительного белка и жира риск вдвое уменьшается. Рак яичников – еще один страшнейший вид рака. 97 тысяч женщин участвовали в исследовании. Риск большинства изофлавонов сократился вдвое. Какой главный источник изофлавонов? Соя. И хотя соевые продукты часто не содержат цельные клетчатки, сравните растительный бекон и животный. Тот же размер порции. Но у поросенка в 4 раза больше калорий и в 50 раз больше жиров. В 40 раз больше насыщенного жира. Бесконечно большое холестерина и всего четверть белка. И все это увеличивает риск рака, тогда как соевый бекон может его снизить. Все же так просто, да? Больше фруктов, меньше мяса, меньше опухолей. Я не просто так выбираю эти исследования. Я много лет ищу того, у кого бы усугубилось раковое заболевание на растительной диете. Потому что нет таких примеров. Еще одно исследование. Журнал Национального института рака. Больше растений, меньше мяса. Почему? Диета, основанная на употреблении лигнана. Лигнан – один из видов тысяч соединений, называемых фитонутриентами. Фито означает «растение». Это специальные питательные добавки на основе растений. Лучший источник лигнанов на планете – льняное семя.